Затор из бытовых отходов образовался недалеко от Барнаульского водопада еще весной. Сейчас здесь сотни килограммов мусора, ветки, пенопласт, старый холодильник и пластиковые бутылки. Последних больше всего. ЭК-активисты братья Аверьяновы борются с подобными загрязнениями уже четвертый год. Пластик, он разлагается 400 лет. И разлагается он не в ноль, а разлагается на микропластик. И, следовательно, этот микропластик попадает везде. Его съедают рыбы в дальнейшем и тому подобное. И впоследствии опять же человек. То есть вот этот мусор рано или поздно съедим мы. Эта свалка, говорит мужчина, по своей структуре напоминает айсберг. На поверхности видно только малую часть мусора. Толщина основного слоя, который уже успел спрессоваться, в этом месте может превышать несколько метров. Причину Виталий и Игорь видят в безответственности горожан. Дальше по течению там находятся базы оптовые. Там отчастный сектор. То есть, ну как можно таких людей назвать? Человек, который, видать, не заботится о природе. Он берет, вот мы наблюдали, пакет раз через забор выкинул, бутылки раз выкинул. Все это в речку. База оптовывает, то же самое делают. В планах братьев Аверьяновых расчистить это место и не допустить попадания бутылок и другого мусора сначала в Барнаулку, а затем в ОПП. Для этого они ежемесячно проводят подобные субботники. И присоединиться к ним может любой желающий. При себе достаточно иметь лишь резиновые сапоги, перчатки и средства от комаров. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.